Доброе утро! Сегодня у нас 12 число, июнь. Вчера закончился конкурс на ваш эссей по поводу ваших деток. Вы рассказывали мне, какие у вас замечательные детки, и самые лучшие ваши эссе. Я их пронумеровала, коробочку вот в эту сложила, как всегда, как всегда уже теперь. То есть мне понравилось несколько более других, но самые достойные. Их 17 вот здесь у меня бумажек, вот они здесь. Мы достаем 3, снова кладем в крышечку с сердечком. И я сегодня поставила номера, и перед собой вот на экране у меня имена, стоящие за этими номерами. И вот первый у нас возможный победитель за номером 5 – это Трегубова Елена. Сворачиваем сюда. Сейчас еще. Еще разочек. Вот цепляются друг за друга. Ух ты, подряд! Шестерка! Шестерка – это у нас... Наящего. Надеюсь, что я произнесла правильно. Девушка еще не родила ребеночка, но она о нем очень мечтает. У нее такая замечательная получилась мечта, воплощенная на бумаге. Я ее тоже сюда поместила. И девятое, подряд прямо у нас буквально, это «Однажды утром». Девочка, которая родила через 9 лет после того, как вышла замуж. Вот сейчас мы вот эти вытряхиваем. Вытряхиваем. У меня пустая карточка. Так, имена, какие здесь я вам произнесла, мы ждем. Кстати, сегодня женщина написала прямо утром уже, что «Ой-ой, а какой конкурс? Почему? Я не знаю». Ребята, те, кто меня не часто смотрит, вы, пожалуйста, заходите в конкурсы и объявления. Я их туда помещаю. Обычно конкурс идет 10 дней, то есть вы можете тогда его не пропустить. Но это даме я позволила написать еще сегодня. Говорю, вот вам 2 часа. Через 2 часа все закончу по хозяйству и буду заниматься вашим розыгрышем. И она написала очень маленькую записочку. Я не стала уже ее участие засчитывать, чтобы и конкурс не нарушать. Тем более, что здесь не все у меня... Вот смотрите, 2 взялось. Одну выдохнем, одну оставим. И самый лучший я, конечно, беру в розыгрыше. Номер 9. Это вот, смотрите, однажды утром... Та дама, которая родила через 9 лет, вы, пожалуйста. Прочтите. Нет, не вы, пожалуйста, прочтите. А я вам сейчас его прочту. Итак, письмо от автора «Однажды утром». Эссе на тему «Мой ребенок». Тема не совсем моя. Моя тема эссе – мои дети. Вы сказали, излейте душу. Моя душу изливать пришлось бы бесконечно. Так как нюансов моего воспитания и общения с детьми масса. Вопросов, на которые до сих пор не могу найти. Ответы много. Впору писать вам, Галина, письмо и обращаться за советом. Начну, однако, постараюсь коротенько, минут на 40. Чтобы вы прониклись в мою эссе, наверное, нужно писать о том, как долго мои мечты и мне детей не могли осуществиться, как я об этом долгие годы мечтала и после очередной неудачи рыдала в подушку и не только в подушку. Как раз за разом проходила разнообразные болевые медицинские процедуры. Но не буду писать о хрустальных слезах, о камне на сердце, о девяти годах бесполезных ожиданий не буду. Однажды утром это, наконец, случилось. Вы понимаете, почему девочка даже в скайпе себя назвала однажды утром. Мечты осуществляются. Мои дети появились на свет. Это были девочка и мальчик сразу. С разницей в три минуты. Мы с мужем с трудом верили в произошедшее. С рождением детей у меня сразу был утрачен покой навсегда. Не голодные ли, здоровые ли, не травмировали ли друг друга. О том, как расти детей двоняшек в то далекое советское время, когда нет памперсов и проблемы с питанием, можно говорить много. Дети росли и развивались. Дочка всегда была на полголовы выше брата и часто этим злоупотребляла при общении с ним. Зато теперь он взял реванш и перерос ее на голову. Мои дети для меня это все. Весь мой график, вся моя жизнь была подчинена им. Все у нас было по графику, по расписанию. Я оставила работу и сидела с ними до 13 лет. Моя жизнь была посвящена им полностью. Время идет, мы все меняемся, взрослеют дети. Меняйся я с ними. Вопросов, которые волнуют меня по-прежнему много, это и есть жизнь. Обожаю своих детей. Красивых слов говорить не буду. Скажу лишь, что мои дети для меня это мое все. Я прошу автора откликнуться. Вы, пожалуйста, сделайте это максимально быстро, потому что сегодня 12, а 15 я улетаю покупаться. Так, чтобы мы определились с вашим подарком, дайте мне ваш скайп, я напишу, мы обговорим. Вы мне дадите адрес, я пошлю тот подарок, который вы себе выберете. А остальным, кто не участвовал в этом конкурсе и кто не заходил посмотреть эссе, которые наши участники написали, я вам очень это советую, потому что истории великолепные. И там даже есть такая, когда... Я тоже хотела, чтобы они очень выиграли. Когда уже отчаялись иметь ребенка и уговорила жена супруга, что будут они адаптировать, усыновлять ребеночка. И поехали в отпуск, она там забеременела. То есть это, вот все эти рассказы, это еще не просто заглянуть немножечко в чужую судьбу. Это может быть для тех мам, которые пока ребеночка не имеют еще, вот насытиться возможностью получить больше информации и больше уверовать в свои силы. Там много таких рассказов. Есть и о тех девочках, которые еще не родили, те, которые родили, у кого только первый год, у кого уже по многу лет. Это вот такой вот... Поделиться мудростью называется этот наш конкурс. И я очень рада, что вы на него отозвались. Придумывайте тему для нашего следующего конкурса. Я с удовольствием его объявлю, потому что подарков у нас много, выбирают какой-то один. А этот конкурс вот такой не совсем. Обычно я вам говорила, что наша девочка, вот Оленька, она участвовала на равных со всеми. Я ее имя, к счастью, не выдернула, но она наша победительница тоже. Поэтому, Оля, ты посмотри, какие там подарки предлагались, и выбери что-нибудь, и однажды утром я тоже жду от вас сообщения с тем, что вы хотите выбрать. Я надеюсь, что подарок не совпадет. Потому что мы будем учитывать того, кто первый напишет, и я скажу, а этот подарок уже выбран. Если вдруг он совпадет. Мне очень приятно, что мы такой конкурс провели. Я прямо насытилась вот любовью материнской от вас. И я так думаю, что замечательно, что это было. Жду предложения о следующем конкурсе. Я приеду из отпуска, и мы его объявим. А с вами была Галина Смис. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok